Рекордная жара в Казахстане сразу в нескольких областях страны. Сегодня будет знойная погода. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности. Опять плохие дороги. Жители Костанайской области вынуждены регулярно чинить свои автомобили из-за ям на асфальте. Ситуация, по всей видимости, не улучшится. В этом году в регионе отремонтируют всего 2% дорог. Владельцы биткоинов потеряли миллиарды долларов из-за вала криптовалюты. Это самый сильный удар по владельцам цифровых денег в истории. Об этих и других новостях прямо сейчас. И начнем выпуск с погоды. Сильная жара сегодня сохранится на большей части территории страны. До плюс 40 столбики термометров поднимутся в Казахстане. В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. Тем временем в Актюбинской, Карагандинской и Акмолинской областях жара будет сопровождаться грозой и порывистым ветром. Судебными тяжбами и скандалами сопровождаются многолетняя программа переселения семей в Карагандинской области. Дело в том, что на территории поселка Жасказган находится несколько отработанных горизонтов. Поэтому некоторые районы населенного пункта официально считаются зоной обрушения. А некоторые могут стать частью нового месторождения. На сегодня в специально построенные новостройки переехали 3000 семей. Но далеко не все дома опустили. В некоторых продолжают жить люди, пусть и без элементарных благ цивилизации. В одном из разрушенных поселков побывала Марина Золотарева. Трудно представить, что среди этих развалин где-то теплится жизнь. В ранее процветавшем поселке проживало почти 4500 человек. Сейчас здесь осталось всего несколько семей. Эти люди категорически не желают переселяться, потому что их не устраивает компенсация за их имущество. Семья Сергенко уже несколько месяцев живет без коммунальных удобств. Даже подъездные пути к дому перекопаны. По решению суда их жилище уже принадлежит государству. Приходят колоссальные штрафы за неисполнение. Угрожают силовыми методами. То есть вскроют дверь, вынесут наши вещи под опись на склады и нас просто выкинут на улицу. Однако покидать свой дом семья не собирается. Их коттедж, пять соток земли, гараж и хозпостройки оценили в 14 миллионов тенге. О перечисленных уже деньгах узнали случайно, говорят супруги. Суды уже закончились. Они были в 2016 году. Деньги нам перечислили по судам в 2018 году. Мы о них узнали только в 2019. Они приезжали на счета, которые мы брали кредиты, потребительские одноразовые. Дом у нас почти 100 квадратов. Такие дома дотипные находятся только в городе Жизхазган. Они находятся в центре, они стоят от 40 до 60 миллионов. А это еще один живой дом среди руин. Здесь обитает семья Галушкиных. До развала поселка у них было несколько бизнес-объектов. Предприниматели по-своему оценили убытки и дошли уже до Верховного суда. У нас тут бизнес. У нас вот пекарня была. Ее разбомбили уже. Мы выпекали до 30 наименований хлеба разного. Все разрушено. Оборудование вы в первом месте? Нет, оборудование осталось там. Залезли, крышу сломали. У нас в полиции заявление, я не знаю, штук 28, наверное, столько было краж. Между тем, для переселенцев построили 214 коттеджей и возвели целый микрорайон и 45 многоэтажек в центре Сатпаева, говорят власти. Согласно закону о жилищных отношениях и госимуществе, мы предлагаем или жилье равноценное, или же денежную компенсацию, согласно оценке. Оценка производится согласно судебно-товеревической экспертизе. То есть назначается это судом. На сегодняшний день 6 семей – это те семьи, с которыми при согласованных процедурах мы не пришли к определенному решению. То есть у жителей завышены запросы. Поселок Жасказган стали расселять первым. Часть населенного пункта официально считается зоной обрушения. Под ней находится несколько отработанных горизонтов. Всего под снос пошли 5 поселков, где будут добывать медную руду. Новое месторождение, по словам экспертов, продлит деятельность градообразующих предприятий еще на 20 лет. Марина Золотарева, Сайла Угликов, Аслан Демисбаев, Карагандинская область, Хабар, 24. Разбитые дороги бьют по машинам и карманам сельчан в Кустанайской области. Жители Тургая вынуждены тратить десятки тысяч тенге на ремонт авто, которые разваливаются после езды по местным трассам. В этом году в регионе обещают привести в порядок 2% дорожного полотна. Дойдут ли катки до отдаленных населенных пунктов, узнавала Наталья Строкова. Больше всего эта дорога изматывает жителей двух районов Амангельдинского и Джангельдинского. Трасса Аулии Кольжалдама соединяет десятки отдаленных населенных пунктов с областным центром, до которого полтысячи километров. Но живого места на асфальте нет. Время в пути до 10 часов. В направлении Кустанай-Тургай часто ездим на машине, постоянно ломаемся. Приезжаем и встаем на ремонт. В прошлый раз запчасти обошлись в 50 тысяч тенге. Дорога очень плохая. Пока до дома доберешься, никаких сил. Невозможно ехать. Скорость 20-30 километров. И так больше 150 километров. Есть объезд через город Аркалык, но там у нас крюк получается больше 100 километров. На самом больном и крупном участке области дождались среднего ремонта. В этом году здесь закатают 125 километров на 4 миллиарда тенге. Этим летом начинается второй этап проекта по ремонту трассы Аулия-Кольжалдама. Всего за два года в порядок приведут 257 километров. Сдать объект планируем осенью. Несколько лет ремонта просят жители Урпека. От посёлка до главной трассы 16 километров. Их проезжают не меньше, чем за полчаса. Ремонт этой дороги – наша мечта. Очень жалко транспорт. Ломается постоянно. На ремонт много денег уходит. Запчасти дорогие. Бюджет заявку одобрил. На средний ремонт подъездного пути выделено 90 миллионов тенге. Теперь здесь замахнулись на реконструкцию моста через реку Торгай. На переправе давно расходятся швы. Но денег пока нет. Требуется средний ремонт моста. На подготовку проектно-смертной документации нужно 13 миллионов тенге. Все документы отправили в областное управление. Ждём одобрения. В лучшем случае сможем начать работы на объекте только в следующем году. По последней оценке, в удовлетворительном состоянии находится 75% дорог региона. Остальные требуют ремонта. Автодорожный бюджет области на текущий год – более 9 миллиардов тенге. 25% у нас неудовлетворительное состояние дорог. 2% всего лишь мы планируем отремонтировать. 186 километров дорог, 16 объектов. По районам 8 объектов, которые мы должны ввести в этом году. Самый крупный проект, который съел половину дорожного бюджета – мост на въезде в Кустанай. Объект за 4 миллиарда 300 миллионов тенге планируют сдать осенью. Наталья Срокова, Эрмик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. Более 14 миллиардов долларов за 5 дней потеряли держатели биткоинов и во всем мире из-за обвала криптовалюты в мае. Такие данные опубликовала аналитическая компания Glassnode. По их сведениям, чистые убытки почти на 200% превысили прежние исторические максимумы. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индира, а какие прогнозы делают эксперты? Гульнар, есть риски, что падение может продолжиться? Удар по криптовалюте на этот раз оказался сильнее двух предыдущих – в марте 2020 и январе 2018. Аналитики Glassnode подсчитали, что 19 мая, в день обвала рынка, показатели закрытия убыточных позиций были втрое выше значений прежних эпизодов. Чистые убытки превысили 2,5 миллиарда долларов. Такие рекордные объемы, в свою очередь, привели к снижению реализованной капитализации. Отмечу этот показатель учитывать стоимость криптовалюты, находящейся в обращении. За неделю он снизился сразу на 7 миллиардов. Доля кошельков с прибыльными монетами сократилась до 76%. Как сообщают аналитики, массовыми продавцами криптовалюты были майнеры из Китая. По прогнозам экспертов, если основные показатели не улучшатся в ближайшее время, биткоин может перейти к так называемому «медвежьему циклу». Так на рынке называют тренд долгосрочного падения, когда продавцов больше, чем покупателей, что еще сильнее толкает цены вниз. Однако вчера на вечерних торгах криптовалюта вновь подорожала после встречи Илона Маска с американскими майнерами. Стоимость биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов. Государственные банки Поднебесной пытаются сдержать резкий рост юаня. Как сообщает Профинанс, китайская валюта стремительно укрепляется из-за ослабления американского доллара. Курс достиг самого высокого уровня за три года. Происходит это еще и на фоне быстрого восстановления экономики Китая после коронакризиса. Однако, по мнению аналитиков, слишком сильный юань может нанести ущерб экспортерам страны. Поэтому Центробанку Поднебесной такое укрепление невыгодно. Огромный приток денег в эти дни наблюдается и на китайском фондовом рынке. Вчера на торгах акции ведущих китайских компаний вновь выросли до двухмесячного максимума. На 25% ежегодно планируют увеличить финансирование казахстанской науки за счет недропользователей. Согласно правилам, на исследовательские работы компании должны выделять 1% от собственных затрат на добычу. Отмечу, до сегодняшнего дня недропользователи самостоятельно выбирали научные институты для финансирования. Как сообщает в Минэнерго, в ближайшие два года все числения планируют полностью централизовать, создав для этого отдельную бюджетную программу. Государство будет самостоятельно распределять эти деньги на научную деятельность. Все финансируемые проекты начнут проходить государственную научно-техническую экспертизу. Ведомство отмечает, что такие меры повысят прозрачность отчислений. Также на эти средства на базе отечественных вузов планируют открыть 15 научных лабораторий и 10 исследовательских центров. В Казахстане сокращается число пасек. Большая часть банкротств пчеловодов пришлась на Туркестанскую область. По данным Национального союза пчеловодов, у отрасли в стране представляет порядка 12 тысяч человек. Как сообщил вице-президент Союза Габит Нурадил, этой зимой многие хозяйства потеряли до половины поголовья пчел. Хотя раньше показатель не превышал 5%. Эксперт считает, что все это последствия неудачного сезона 2020-го, когда из-за карантина пчеловоды были ограничены в передвижениях по стране, а их пчелы не восстановились к сезону. Хорошего урожая в отрасли не ждут и в этом году. Из-за сложных климатических условий во многих областях первая весенняя качка вновь прошла неуспешно. Тем не менее, дефицита отечественного продукта в Казахстане эксперт не прогнозирует, так как потребление меда среди населения все еще на низком уровне. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 426 тенге 48 тыинов, евро 522 тенге 52 тыина и российский рубль 5 тенге 81 тыин. Не менее 115 тысяч работников сферы здравоохранения умерли из-за коронавируса. Такие цифры приводит Всемирная организация здравоохранения. Представители ВОЗ подчеркнули, что эти данные приблизительные. За минувшие сутки в мире зарегистрировали свыше 440 тысяч новых случаев COVID-19. Это на 70 тысяч меньше, чем за предыдущий день. Между тем, ситуация с коронавирусом в Индии остается сложной. Вирус добрался до отдаленных деревень, усугубляет положение местных жителей дефицит медикаментов и мест в больницах. Из-за коронавируса я не могу работать или куда-нибудь поехать. Люди боятся вируса. В больницах нет мест, не хватает кислорода. Люди не могут получить лечение ни в городе, ни в своих местных медицинских пунктах. Тем временем власти Чили пообещали ослабить ограничительные меры для граждан, полностью привившихся от COVID-19. С сегодняшнего дня людям будут выдаваться специальные пропуска, с которыми они смогут свободно передвигаться по стране. Документ будет отражать текущий статус человека и может быть изменен в случае, если человек заразится повторно. Я думаю, что это хорошая инициатива. Люди проходят вакцинацию. Я всегда ношу с собой свой паспорт вакцинации. Я кладу его в папку, чтобы доказать, что я привит. Люди должны пройти иммунизацию для своей же безопасности. Это не безопасно. Даже если вы полностью вакцинированы, это не гарантия безопасности. Мы всегда должны принимать меры предосторожности. В Аргентине вспыхнули протесты. Люди выступают против коронавирусных ограничений. Мирная демонстрация в некоторых городах переросла в столкновение с полицейскими. Напомню, накануне в стране вновь ужесточили меры изоляции из-за новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Не может быть, чтобы единственным решением было ужесточение карантина. Люди не могут работать и прокормить свои семьи. Количество больничных коек не увеличили. Люди умирают, потому что нет мест в больницах. Французские медики устроили акцию протеста. Заблокировали дорогу прямо перед зданием Министерства здравоохранения. Расположившись на мостовой, они хотели тем самым показать, как бездействие властей убивает профессию. В ряде государственных больниц хирургический персонал объявил однодневную забастовку. А самые активные собрались на акции протеста. Они прошли в нескольких городах страны. После санитарного кризиса начался массовый отток среднего медицинского персонала из государственных больниц, из-за чего закрылась часть операционных блоков. Причиной тому стала проведенная реформа системы здравоохранения, которая, вопреки ожиданиям, не улучшила условия труда многих медработников. К примеру, ассистирующие на операциях медсестры должны учиться на полтора года больше своих коллег, но в итоге получают одинаковую с ними зарплату. Реформа, объявленная год назад, так и не решила многие проблемы сферы, из-за чего во Франции развернулась серия акций протестов медиков. Да, наши коллеги, работающие в реанимациях, также были мобилизованы. На прошлой неделе были анестезиологи, а сегодня это мы. Все это показывает, что медики во Франции не очень хорошо себя чувствуют и что обещанная реформа вообще не ответила нашим ожиданиям. Мы хотим, чтобы правительство вновь село за переговоры с нами и чтобы действительно были предусмотрены средства для достойного признания нашей профессии. Почти 530 миллионов доз вакцины получили жители Китая. Ежедневно в стране делают почти 20 миллионов прививок от коронавируса. Процесс иммунизации особенно усиливают в тех населенных пунктах, где выявили локальные факты заболевания COVID-19. Как минимум в трех провинциях Китая в последнее время регистрируют единичные внутренние случаи. Подробности у нашего собственного корреспондента Батагос Саргабаевы. Четвертый вид вакцины китайского производства уже начали получать местные жители. Это однокомпонентная аденовирусная векторная вакцина разработки военных медиков. Для формирования иммунитета требуется всего одна доза. Ее одобрили еще в феврале. Теперь дело пойдет быстрее, считают эксперты. Ведь к концу года по плану властей нужно привить как минимум 70% многомиллионного населения. Тем временем жители получили более полумиллиарда прививок. Мы провели большое количество научных исследований, результаты которых показали, что при смешивании вакцин различных производителей, но с одинаковым принципом действия, эффективность препарата будет такой же. Появились данные отечественных и международных исследований о том, что смешиваются и препараты различных принципов действия. Считается, что это может вызвать более сильную и продолжительную иммунную реакцию. Вопрос еще находится на стадии изучения. Сейчас в Китае есть несколько очагов инфекции. Внутренний случай коронавируса регистрируют в последнее время как минимум в трех регионах. Причем расположены они на севере, востоке и юге страны. Одновременно в этих провинциях ускоряют вакцинацию населения. Опасения вызывают и различные мутации вируса. Но эксперты уверяют, что вакцины способны с ними справиться. Предварительные исследования показали, что существующие вакцины эффективны против впервые найденной в Индии мутации вируса. Мутируя, вирус становится сильнее. Если появится вариант, против которого вакцина будет бессильна, инактивированные препараты местного производства способны с этим справиться. Мы просто добавим вирус нового мутированного штамма, не изменяя сам процесс производства. Пока что говорить о формировании коллективного иммунитета в Китае рано. Разве что в Пекине. В столице привито уже более 17 миллионов человек. В целом же граждан просят активнее участвовать в процессе иммунизации не только для того, чтобы получить иммунитет, но и для того, чтобы предотвратить появление новых мутаций, которые, как правило, делают вирус сильнее. Патогост Рогабаева, Владимир Грабарь, Хабар 24, Китай. В США ведут санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил президент Джо Байден. Причиной этому стала принудительная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арест бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала NEHTA. Однако, что конкретно планирует предпринять Вашингтон, американский лидер не уточнил, но уже дал поручение своей команде подготовить варианты эффективных действий в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности власти Беларуси. В России готовят поправки в правила дорожного движения из-за растущей популярности электросамокатов, сигвеев и других электрических средств передвижения. Пока же в одной экспертной среде идет бурная дискуссия, стоит ли приравнивать водителей самокатов к автомобилистам, а значит разрешить им передвигаться по дороге, либо считать их пешеходами и выделить им полосы, как для велосипедистов. О нюансах расскажет Дана Нуржан. По официальным данным, в прошлом году в Москве произошло 156 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Этот термин предложил Минтранс для электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и моноколес. Для них в России пока нет норм и правил. И непонятно, как считать, самокатчики – это пешеходы или водители. Автомобилисты возмущены выскакивающими на дорогу самокатами, которые порой развивают скорость до 100 км в час. А пешеходы категорически против делить тротуар с этими новыми транспортными средствами. Упорядочить это надо. Выделяйте отдельные дорожки. А так, ну вот мне жалко детей, жалко стареньких, которые просто в силу возраста своего состояния не могут вернуться. А кому нравится кататься, катайтесь на здоровье где-нибудь в других местах. Обязательно нужно ограничить. Нужны обязательно места в парке, какие-то дорожки должны быть, специальные места, где можно покататься на электросамокатах. Но никак не по тротуару, там где люди ходят. Потому что это очень опасно. Мне кажется, просто скорость чуть снижать, регулировать. И все, не обязательно какие-то полосы. Это самое дешевое. Они по навигации смотрят, где вы, снижают скорость. В российской столице скорость арендованных самокатов ограничили до 15 км в час в так называемых медленных зонах, то есть местах плотного скопления людей. Скорость снижается автоматически. Минтранс готовит поправки в правила дорожного движения. Планируется запретить езду на самокатах по большим магистралям. Если устройство способно разгоняться до 25 км в час, то его приравняют к мопедам, для управления которыми нужны водительские права. Борцы за права автомобилистов считают, что самокатчиков надо приравнять к водителям транспортного средства и прописать в правилах ответственность за ДТП. Присмотреть возможность о том, чтобы такие водители ходили в автошколу, проходили специальный курс обучения, получали водительские права. В обязательном порядке, конечно, помимо всего прочего, необходимо, чтобы такие водители получали какой-то страховой полис, для того, чтобы можно было как-то урегулировать с ними какие-то претензии, возникающие у пешеходов или у водителей. Ну и плюс это тоже дополнительно их дисциплинирует. В России в прошлом году в результате ДТП с участием электросамокатов погибли 6 человек. Пока технические средства развиваются быстрее, чем законные успевают на это отреагировать. Дана Нуржан Шахзотгамиров, Россия, Хабар, 24. Два человека погибли, еще десятки ранены в результате шторма ЯАС в Индии. Торнадо прошел через всю восточную часть страны. Сильные порывы ветра повредили сотни домов и оборвали линии электропередач, из-за чего почти 50 домов остались без электричества. Власти объявили режим ЧАЭС и начали эвакуацию жителей. Порядка 900 тысяч индийцев уже доставлены в специальные временные лагеря. На прошлой неделе циклон Тауктая обрушился на западное побережье государства. Он унес жизни больше 150 человек. ЯАС, сильный циклонический шторм, вероятно, будет двигаться дальше на северо-запад. Выход на сушу, вероятно, произойдет завтра к полудню. Мы должны быть готовы к стихии, чтобы не допустить печальных последствий. Сейчас программа между строк, и вот о чем расскажем после. Первое поражение Казахстана на чемпионате мира по хоккею. Наши спортсмены в сухую проиграли сборные Соединенных Штатов. Все подробности в спортивном дайджесте. Опасный купальный период. В Костанае подросток утонул в пруду, а в Алматинской области удалось спасти из воды 5 человек. О чрезвычайных событиях расскажем в хронике происшествия. Оставайтесь с нами. Жители Японии в гневе от требования Международного Олимпийского комитета пойти на жертвы ради Олимпиады. Газета Guardian рассказывает, настойчивое решение МОК провести игры в Токио, независимо от ситуации с коронавирусом, вызвало негативную реакцию местных жителей. Призывов отменить мероприятие становится все больше. Guardian напоминает, вице-президент Международного Олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что игры состоятся, даже если в городе-организаторе будет действовать чрезвычайное положение из-за пандемии. Особое раздражение вызвали слова президента МОК Томаса Баха о том, что японцы должны принести некоторые жертвы, чтобы мечты спортсменов осуществились. Пользователи социальных сетей обвинили Коутса и Баха в игнорировании настроений японской общественности. Он считает, что безопасность, здоровье и жизнь японцев должны быть принесены в жертву Олимпийским играм. Почему люди в Японии должны приносить жертвы ради игр во время всемирной пандемии? Это неприемлемо, высказываются пользователи Твиттера. Японский миллиардер Масаеши Сон убежден, что отстающая от вакцинации Япония может заплатить слишком высокую цену, если игры состоятся. Поговаривают об огромном штрафе в случае отмены игр. Но если 100 тысяч человек из 200 стран приедут в Японию, в которой темпы вакцинации оставляют желать лучшего, и распространится мутантный вариант, то могут быть потеряны жизни, будет объявлено чрезвычайное положение, и воловой внутренний продукт может упасть, уверенно заявляет предприниматель. Национальный профсоюз работников больниц в Японии предоставил статистику, согласно которой более половины медсестер рассматривают возможность ухода из профессии, если Олимпиада состоится. Они ссылаются на стресс, усталость и страх заражения. В минувший понедельник в Токио и Осаки открылись два центра массовой вакцинации. Спустя несколько дней после того, как премьер-министр Йосихида Суга пообещал к концу июля провести полную вакцинацию 36 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Тотальный контроль и промывание мозгов. Три дезертира из армии Мьянмы рассказали Дойче Велле, как командование контролирует личную жизнь, контакты и финансы солдат, а также о том, что из вооруженных сил почти невозможно уволиться легально. Материал подготовили Наоми Конрад и Джулия Байер. Лейтенант, рассказавший немецкому изданию свою историю, осознал, что больше не может служить в армии Мьянмы, когда сослуживцы стреляли в безоружных людей, даже в детей. Ему удалось покинуть страну. Два других дезертира, оба высокопоставленные офицеры, скрываются в Мьянме, то в одном убежище, то в другом. Их рассказы дают редкую возможность заглянуть в очень закрытое учреждение. Дойче Велле не удалось проверить некоторые утверждения военных, но все три интервью совпадают по важным моментам. Жизнь в армейских гарнизонах, которые можно покидать только с особого разрешения, проходит под строгим контролем и практически в полной изоляции от внешнего мира. Там принято, что жены солдат бесплатно работают уборщицами в офицерских семьях. По словам мужчин, военное руководство указывает солдатам и их семьям, как одеваться, что говорить, во что верить и даже как украшать свой дом. Специальное армейское подразделение контролирует активность солдат и их семей в соцсетях, проверяет все лайки, собственные и чужие публикации, которыми они делятся. В абсолютных цифрах армия Мьянмы является одиннадцатыми по величине вооруженными силами в мире. По данным Лондонского международного института стратегических исследований, в 2019 году на действительной службе в армии Мьянмы находилось более 400 тысяч солдат. Один из дезертиров подчеркивает, что солдаты не могут покинуть армию. В теории это возможно, но на практике почти нереально. Всего месяц нездоровой еды состарил меня лет на 10. Об эксперименте, проведенном для съемок документального фильма, рассказал изданию «Таймс» британский врач. 42-летний Крис Ванталикин за 28 дней располнил, набрав больше 6 килограммов. Новая диета состояла на 80% из сверхобработанной пищи, например, так называемых готовых блюд, жареных цыплят, пиццы. К побочным эффектам столь нездоровой диеты помимо лишних килограммов относятся геморрой, эректильная дисфункция и тревожное расстройство. Он сказал, что нездоровая пища также стала влиять на ту часть его мозга, которая отвечает за повторяющееся поведение. «Мой мозг испытал столь же деструктивное воздействие, как если бы я принимал вещества, которые приводят к зависимости от курения, алкоголя и наркотиков. А что же происходит с детьми, которые годами жуют нездоровую пищу с самых малых лет?» недоумевает Ван Туликин. Как только он отказался от подобной диеты, почти сразу почувствовал себя лучше. По некоторым данным, 56% калорий жители Великобритании ежедневно набирают из-за поедания продуктов, подвергнутых сверхобработке. А среди детей эта цифра возрастает до 64%. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Тарасские полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков. Дилером оказался местный житель, уже имевший проблемы с законом. По самым скромным подсчетам, изъятый товар тянет на несколько миллионов тенге. Все подробности в хронике происшествий. 3000 доз героина пытался продать житель Тараса. В ходе санкционированного обыска в доме 46-летнего мужчины обнаружен героин. Вес белого порошка больше 210 граммов. Стоимость изъятого товара на черном рынке оценивается в 8 миллионов тенге. Задержанный ранее уже был судим за содержание наркопритона и сбыт героина. Содержанный в настоящее время дал признательные показания в одворенном ВВС в городе Тарас. Начато досудебное расследование по статье «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта». Наказывается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Подросток погиб в Кустанае. Девятиклассник с другом решили искупаться в пруду на новой набережной, где идет ремонт. Знаков, запрещающих купание, вблизи водоема нет. Нырнули два ребенка, а выплыл один. По данным спасателей, мальчик попал в трехметровую яму под водой. Около 20 минут длились поиски. По данным сейчас наших водолазов, которые обнаружили и извлекли труп, они сообщают, что там имеется резкий спад, глубина большая, в результате чего ребенок утонул. Причина смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы. На данный момент все обстоятельства, прорешающие трагедией, занимаются сотрудники полиции. А вот купавшимся на Капшагайском водохранилище повезло больше. Тонули пять человек. На помощь пришли спасатели алматинского оперативного отряда. Одна из девушек была без сознания. Ее откачали и передали приехавшей группе медиков. Неисправный холодильник стал причиной пожара в одной из квартир в Усть-Каменогорске. Спасатели эвакуировали четырех взрослых и столько же детей. Горела бытовая техника и мебель. Площадь возгорания составила всего четыре квадратных метра, но квартира была сильно задымлена. Уже позже на месте происшествия обнаружили погибшую собаку. А вот огнеборцы Кокшитау почти 10 часов пытались укротить стихию. Благо, пожар произошел на безлюдном полигоне СТБО. Свалка несанкционированная, местами высотой до пяти метров. Общая площадь тлевшего мусора составила примерно 150 квадратов. На помощь к пожарным подключили и сотрудников коммунальных служб. Что могут предложить в Туркестане Илону Маску и почему на логотипе футбольного клуба «Кайрат» появился Кремль, подробно через несколько минут в программе «Репост». Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире «Репост». Интересных новостей в сети сегодня достаточно. И о них расскажу я, Юлия Латыпова. У нас тут прецедент, друзья. О немыслимом пишут инстаграмеры. Пирамидальные тополя в этом году дали жары и пуха. Чем удивили вообще всех. Явление в сетевике уже назвали разочарованием столетия. Ведь многие годы считалось, что именно пирамидальные тополя – что называется пух-3. Ювежинцы удивлялись. Никогда не было чего начинать-то. А телеграм-канала издания «Спутник Казахстан» добавляет, что теперь Нурсултан утопает в тополином пухе. В городе открываются небольшие летние кафе. Станчанам придется терпеть тополиные метели или оставаться дома. Летний снег накрыл почти весь город, так что даже в мае сугробы не прощаются со столицей. Держитесь, аллергики! Комментаторы шутят, что в этом году пирамидальные тополя просто отомстили за обрезанные кроны обычных тополей. Но оказалось все просто. Комментаторы-ботаники объяснили, что от пуха избавиться легко. При использовании тополей в озеленении рекомендуется исключать посадку женских экземпляров. При вегетативном размножении нужно применять только мужские экземпляры растений. И биологи научились различать ДНК мужских и женских особей деревьев, чтобы высаживать только те, которые не производят семян. Все, решение найдено, но только все хотели вздохнуть с облегчением, как эксперты с досадой сообщили. Тополь – тот еще авантюрист. Ученые в России тоже обнаружили, что этот метод решения проблемы недолговечен. Ведь деревья, способные менять полы, и саженец мужского пола может превратиться в женское дерево. Поэтому лучше высаживать такие-то поля, которые вообще не производят пуха. То есть стерильные. Но таких в природе нет. Их нужно выводить. Поэтому авторы фейсбук-аккаунта аппарата Акима района столицы смотрят на проблему глобально. С появлением пуха обострилась проблема пожарной безопасности. Количество выездов подразделений службы 0.1 в этот период резко возрастает, так как большинство пожаров в это время напрямую связано с тополиным пухом и жаркой погодой. Не следует забывать, что обладая высокой горечестью, тополиный пух загорается мгновенно и может перенести огонь на живые строения, заборы, различные деревянные конструкции и находящийся рядом автотранспорт. Многие горожане надеются, что после дождей пуха станет намного меньше. Но, во-первых, дождей в ближайшие 2-3 недели не ожидается. Столицу и соседние регионы ждет настоящая летняя жара. А во-вторых, на самом деле дождь только прибивает пух к земле. Прогревшись на солнышке, белый порох очень быстро возвращает свои пожароопасные свойства. К другим темам. Завод Тесла в Туркестане власти дали добро. Что ты скажешь на это, Илон Маск? После заявления изобретателя о том, что он может построить в России завод электромобилей, в Твиттере посыпались предложения от глав российских областей разместить площадку именно у них. Кто чем мог, тем и мотивировал. Но затронул Маск в своей речи и появление марки в Казахстане. Первым из наших твитнул туркестанский Аким Рашид Аюбов, предложив построить завод в Туркестане. Напомню, вы и про Великий Шелковый путь, и про всю таблицу Менделеева, и Байконур под боком, а также наличие всей инфраструктуры и экономических зон. Вот так-то. Let's go, Mars together. Так завершил свое приглашение Аким Туркестана. Будем надеяться, добавляет Кумаш Кизет, что Аким не путает автомобильный завод с производством космической техники. Кажется, прорыв близко. За нами уже выехали, серьезно уточняют интересные детали. А вы маску показывали уже, как построили стадион за 40 миллионов евро? Переносимся в царство футбола вместе с каналом True Story. Там рассказ о том, как сетевики очень бурно обсуждали смену логотипа футбольного клуба Кайрат. Инстаграмеры опубликовали пост, где были возмущены тем, что обновленный логотип больше не содержал национальные орнаменты, а вместо них появилось изображение Кремля. И телеграмеры объясняют, с чем связаны эти изменения. В конце января появилась информация о том, что Буранбаев собирается открыть новый частный клуб в России, чтобы обкатывать молодежь из своей академии в более конкурентной среде, чем наша вторая лига. Сказано в январе, сделано в мае. Новая команда базируется в Красногорске и называется Кайрат Москва. Что ж, поможет ли это решение казахстанскому футболу, покажет только время. А пока наблюдаем и не паникуем. И напоследок от телеграм-канала «Утро добрым не бывает» новости культуры или экологии. В общем, открыли в столице эко-театр. У труппы уже есть один спектакль «Переключения гринейков» по мотивам одноименного казахстанского эко-сборника. Авторы идеи обещают провести премьеры еще двух спектаклей. Билеты на них, а также на курсы актерского мастерства можно будет получить в обмен на сдачу в тот сырье. Все их комментаторы решили, что, учитывая последние статистические данные о переработке мусоров в стране, театр может перестать работать не по техническим причинам. И это просто крик души настоящий. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Контейнеровоз с косметикой и химикатами горит на Шри-Ланке. Сообщается, что весь экипаж эвакуирован. Ранее на борту судна произошло возгорание, а после прогремел взрыв. В результате пострадали два человека. Среди пассажиров, а это больше 20 человек, были граждане Филиппин, Китая, Индии и России, сообщает местное издание. На борту находятся почти полторы тысячи контейнеров с косметикой и химикатами, в том числе 25 тонн азотной кислоты. Несколько из них упали в море. Есть опасения, что судно расколется на две части. Индия пообещала оказать помощь и направить в район ЧП пожарные катера и самолет. Сообщается, что контейнеровоз вышел из индийского порта 15 мая и следовал в Сингапур. В США к прививочной кампании подключились приложения для онлайн-знакомств. С их помощью власти хотят мотивировать американцев сделать прививку от коронавируса. В частности, прошедшие курс иммунизации пользователи смогут рассчитывать на бонусы и получить доступ к премиальному контенту. Среди них и возможность отправлять понравившемуся человеку так называемый суперлайк, который означает больше, чем просто симпатия. В проекте участвуют такие популярные сервисы, как Tinder и BumbleBadu. При этом у пользователей при поиске второй половинки будет возможность узнать, прошел ли человек вакцинацию. По данным одной из компаний, у пользователей, которые показывают свой статус вакцинации, на 14% больше шансов получить совпадение. Мы наконец нашли то, что делает нас всех более привлекательными. Это вакцинация. Свадьбу в самолете решили сыграть молодожены из индийского штата Тамилнат. Они арендовали целый лайнер и пригласили на торжество больше 100 гостей. Таким образом, супружеская пара обошла коронавирусное ограничение, запрещающее свадьбы, где численность гостей превышает 50 человек. Самолет с молодоженами и приглашенными кружил в небе свыше двух часов, пока не были завершены все ритуалы. Авиационное управление Индии уже расследует инцидент. Там заявили, что причастный к рейсу персонал отстранили от работы, а пассажиров могут наказать за поведение, угрожающее жизни или здоровью.